Вначале хотел их сделать из четырех, потом пришел к трем, да, к колоннам, вот именно три, ну, как в нашем православии, да, бог любит троицы. Все, я готов, все, я пилю спокойно, и все не мешают, ну, протираю, понятно. И всегда, вот, ребята, знаете, как я проверяю, когда вот оно готово, то оно должно шевелиться. Всем добрый день, с вами компания Печный Мир, я Бахаев Максим, сегодня мы повторно приехали к Сергею в гости. Сергей Герасим, Ангарск, Серега, приветствую. Приветствую, Максим Николаевич. Приехали к Сереге на объект, он сейчас делает барбекю комплекс, то есть это мангал, казан, столешница, то есть позадаем вопросы, думаю, что Серега поделится, интересная информация. Какая задумка, Серега, была, то есть что здесь хотел сделать? Вообще, конечно, изначально, то есть банально все просто, то есть огонь, дрова, казан, столешница, мойка, да, как бы, но здесь дополнительно сделаны подсос воздуха с улицы. Вот идет с этой стороны и с этой стороны. Мы даем огню дополнительный забор воздуха, не только с этой стороны, а и с этих сторон. Это вот как бы первый раз я такую пробую, вот, ну должно быть все получиться. А то есть здание будет герметичное? Герметично, да, это вот именно зимние такие моменты, зимние, потому что летом, понятно, когда все открыто, как бы нет необходимости, огонь горит, догорит. Вот, а зимой, когда все закрыто, и если где-то даем забор воздуха, он идет холодный, как правило, по ногам дует, как бы попадает сюда, но некомфортно. А если мы сделаем забор воздуха отсюда, прямо с камеры сгорания, то, мне кажется, это должно улучшить, как бы, и работу камина, и, соответственно, и помещение так уже устужаться не будет. Были применены такие вот, как бы, колонны, да, тоже над ними думал-думал, вначале хотел их сделать из четырех, из пяти, потом пришел к трем, да, колоннам, вот, именно три, ну, как наше православие, да, бог любит троицы, то есть, ну, три так три, вот, решил так вот, вот еще, здесь вот наверху еще пока в процессе работы тоже, ну, тоже надо что-то придумать, будет интересное. То есть навершие какое-то будет, ну, грубо говоря, будет на расширение. На расширение что-то здесь какое-то будет, именно, чтобы закончить вот эту вот колонну, ансамбль вот эти, потому что у нас идет вот здесь такая, здесь такая же, соответственно, по всем четырем сторонам они идут одинаковые. Ну, чтобы не нарешать общего ансамбля, скажем так. Казан банально просто все, футировка внутри сделана, дверца поддувала, тут, как бы, ничего такого интересного нету. Длиннее можно, можно тянетую, прибью. То есть, когда были у Сереги в гостях, то есть, вы видели много пиленных элементов, здесь также, так скажем, ну, одна из отличительных черт, как раз, что много и округлости, и, ну, так скажем, точеных элементов, которые дают такой шарм комплексу. Поэтому, скажем, у Сереги, как у мастера, я думаю, таких объектов хватает, как раз, где ты точенку применяешь. Стараюсь делать почаще, конечно, точить. Да, это занимает много времени, но зато, конечно, результат и радует, и, как бы, и заказчиков радует, ну, и самому приятно. Вот, нынче вот с заказчиком Сергеем разговаривали, давай, Сергей, применим плитку, да, мы на другом объекте делали, с плитки выложили столешницу, а нынче, я говорю, нет, давай попробуем с кирпича. И вот таким вот образом у нас получилось. Именно кирпичная столешница, она почти вышлифованная вся, да нельзя, вот я его помыл даже водой, как бы, все. Вот именно применена техника такая, как бы, паркетная, вот именно, под паркет что-то. Это сейчас пока так шибко хорошо не видно, потому что оно еще все сухое, такое все, как бы, но когда встанет сюда грунтовка и встанет лак огнеупорный, то есть кирпич заиграет совсем другим цветом, он будет такой насыщенный, очень такой интересный, вот. И я думаю, со столешницей получилось, ну, во всяком случае, заказчику нравится. И что можно будет сюда поставить? И горячую кастрюлю, горячую сковородку, те же самые шашлыки горячие, бам, мы сюда поставили что-то там, казан горячий. Во сколько будет огнеупорный лак, это все будет, как бы, не горючая. То есть будет не горючая, но единственное, что пористость, лак поры закроет? Закроет. То есть, что жир, не жир можно будет снять? Да, 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 вот я у себя дома сделал столешницу, я, наверное, показывал там видео, вот. Мы даже проверяли, вот с ребятами сидели, вот даже и сигареты тушили, всяко пробовали, бесполезно, тряпочкой протираешься, нет, да. Но на один раз лака мало, потому что он должен все поры залить обязательно и дать ему хорошенько просохнуть. Ну вот, хотел бы показать вам еще рабочее место, где вот, как бы, работаю, хотел бы там вот вам продемонстрировать маленько. В процессе работы и поговорим, да? В процессе работы, вот на самом деле, смотрите, какой здесь великолепный вид, здесь будет такая беседочка, все, здесь вот река Картагон бежит, как бы, вот, такое живописное место, конечно, здорово. Вот я хотел бы показать рабочее место, вот именно хотел бы объяснить. Многие печники, они делают рабочую поверхность именно где-то вот на такой высоте. И потом, когда работают, нагибаются. Нужно всегда рабочую поверхность делать таким вот образом, чтобы было удобно кирпич померить, отрисовать, чтобы спина не гнулась. И очень удобно пользоваться, как бы, вот здесь вот тоже, мы не нагибаемся, ничего, это комфортно. В ровном положении, то есть комфортно, удобно, вот, допустим, я вот взял кирпич, вот, взял кирпич, я уже нарисовал, мне не надо ни сгибаться, ничего, я все вижу, все, это. Ну и, само собой, всегда держите в порядке, все, чтобы чисто было, чтобы под ногами ничего не валялось, чтобы не запинаться, ничего, чтобы все было удобно, вот. Ну и здесь, соответственно, все, вот здесь вот остальные детали, допустим, мне надо кирпич доработать, вот, то здесь болгарки лежат вот с такими насадками, так, 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 если мне что-то надо, я взял, доработал, там, подработал, как бы, доделал. То есть болгарка со своим диском, чтобы время не тратить, мне надо перекидывать. Вот это вот, понятно, чашечка, отрезной, шкурочка, сороковочка, все, ну, сюда я вот ставлю отрезной по металлу, но пока мне нет необходимости, как бы, я им не пользуюсь. И еще хотел бы добавить, ребята, вот смотрите, мне вот подарили вот такую вот маску, да, я когда вот пользуюсь вот этим станком, я ее не одеваю, то есть пыль у меня туда уходит, но когда я дорабатываю, крепить здесь по месту, она необходима, потому что отдельно респираторы, отдельные очки, это все не очень удобно. И вот, я сейчас вам просто даже вот одену, покажу, как она удобно одевается. Ну, смотрите, у нее здесь вот такие вот, раз, раз, затяжка, раз, все, я готов, все, я пилю спокойно, ничего не мешает, ну, протираю, понятно. Снять надо, раз, 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 очень удобно, удобно, практично, ребята. Пользуйтесь такими масками, это правда. Берегите легкие. Да, да. Вот, ну, соответственно, здесь некие шкурочки, терочки, доработка, как бы, такие моменты, то есть рулетка здесь, угольник обязательно, то есть они лежат. То есть, если у меня рулетка там, то здесь другая рулетка. Я там померил, здесь пришел уже другую рулетку, померил, все выберил, чтобы не таскался инструмент, чтобы он не терялся, никуда-то не девался. Вот, сейчас вот, ребята, пропилю один кирпич. Шамотный кирпич мы пилим, все вы знаете, обязательно он должен быть слегка мокроватый, то есть сухой мы его не пилим, потому что мы убиваем диск однозначно. Вот, и про что я и говорил, вот мы, допустим, пополам надо его отрезать, мне не приходится нагибаться вот так вот. Я вот спокойненько вижу размер, убрал все на место, угольничком попользовался, убрал, все на место, карандаш на место, обязательно, ребята, наушники. Вот сейчас можно маленько в сторонку, я сейчас попробую. У нас два одинаковых кирпича, вот, мы забираем, и их уже смотрим, уже смотрим, подгоняем, да. Вот у нас следующий ряд идет, все, мы его подмерили на сухую. Обычно всегда так делаю, я сперва на сухую все выкладываю, а потом у меня, когда на сухую все срастается, я потом уже на раствор наношу. Вот, давайте вначале вот одну сторону попробуем, сейчас вот я, типа, пару кирпичей положу. Какой раствор? Вот, вот сейчас, сейчас я объясню. Я пробовал по поводу раствора, разное, я просто пробовал и плитонит, и геркулес, и все, 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 но он пришел к такому выводу. Самое нормальное, глина, песчаный раствор, самое нормальное. Во-первых, эти шовчики, они даже со временем маленько трескаются, но у нас кирпич гуляет, гуляет. И таких явных розетов, такого нету. И потом, со временем эти трещинки все равно не забиваются. Но я пришел к такому выводу, как бы, вот, не знаю, ребята. То есть, красный кирпич и шамот на один и тот же раствор кладу. Вот так, подмерили, все у нас здесь получается. Вот, ребята, конечно, многие из вас пользуются защитными перчатками, я не пользуюсь. Я потому что кирпич не чувствую, мне надо его чувствовать, знать, какой он, чего, кого. Ну, тут у меня растворчик маленько есть. Вот, сейчас вот я покажу. Уровнем здесь пока не пользуюсь. Почему? Потому что я вижу по швам. У меня со швами совпадает, все совпадает. Я посмотрел, все, он у меня встал на место. Вот этот контур у нас основной шамот на идет обязательно. Обязательно. Здесь где-то на зады я могу добавить там красную половинку. Это ничего страшного, но у меня тоже здесь температурные швы стоят. Здесь вот обязательно температурный шов, потому что красный кирпич и шамотный кирпич, они никогда не должны соприкасаться только через вату, без вариантов. Потому что это начинает разрушение и тому подобное. Вот, поэтому мы вот этот контур весь делаем шамотный, даже внутри. Вот здесь вот вата, здесь я вату не стал ставить по бокам, но я там оставляю зазор. По сантиметру зазор однозначно оставляется. И, соответственно, он у меня дышит, играет сам по себе, как бы. Живет своей жизнью. Я не знаю, кто-то, ребята, кирпич не мажут, кто-то мажет прямо на кладку. Я так никогда не делал. Я только на кирпичный ношу раствор, только на кирпич. Он у меня прилип, сразу же прилипает. А если я наоборот сделаю, сейчас я объясню. Видите, он у меня прилип, присосался, все. Если мы берем мастерок и накладываем на постель, да, как бы раствор, потом берем кирпич, один кирпич положили, у нас здесь остался кусок еще раствора, который мы не использовали. Но мы пока там позанимались, то все, что-то поделали и наложили дальше. А у нас вот этот кусочек уже высох раствора. То есть мы кладем, а он уже не прилипает к кирпичу. Он воду уже отдал. Да, и поэтому я всегда наношу раствор на кирпич, чтобы он не сразу его прилепить. Ну и, конечно, я щеточкой прометаю кирпич. Многие, конечно, мочат, я не мочу. То есть я прометаю. Ну шамотный, конечно, смачиваю, да. Красный нет. Возьмем, допустим, расшивку шва, да. Вот у меня техника такая. Я когда кладу кирпич, я вот эти вот, грубо говоря, сопли, я их не убираю. Они у меня здесь висят. Я подстучал, здесь сопли висят, здесь. Я там какими-то делами позанимался. Потом подошел, трогаю, а у меня подсохли. Я беру такую расшивочку, обычный гвоздь на 150. Шляпка круглая. Здесь вот такая вот закругленная штука. Я его прошел, лишний раствор убрал. Убрал лишний раствор. Убрал лишний раствор. Вытер. У меня все чистенько. Кладка сухая, чистая. Я задней стороной вот этой прохожу и заглаживаю уже, чтобы он лакированный был шов. Вот именно заглаживаю. Да он у меня такой лакированный. Все. Это чем хорошо? У нас кирпич со временем не будет ни зеленеть, ни плеснеть, ни белый выдавать. Потому что когда кирпич бывает очень мокрый, мы его начинаем класть, а потом выступает соль, зеленуха. Ну, всякая вот такая вот штука. У меня лично вот такой способ сухой, как бы, в расшивке. Ну, понятно, что когда это все закончится, я потом губочку влажную возьму и местами уже уберу. Но я мочить его стараться не буду сильно, так вот слегка. Чтобы он у меня действительно потом и лак лег, и чтобы он больше никогда ничего с ним не случилось. А раствор на какой основе делаешь? Длинный песок, вяжущая добавляешь? Да, добавляю. Геркулес добавляю. Но вот эти нижние места, вот это вот досюдово, да, где-то вот досюдово, сюда добавляю цемент. Литр-полтора, где-то два даже. Цемента. Да, цемента. Это там, где нет нагрева. А там, где есть нагрев, где вот тут уже, как бы, внутрянку делаю, все, я геркулеса где-то с литр добавляю вот на такой объем. Во-первых, раствор становится более такой эластичный, более такой приятный, как бы и мажется, он и тянется, он такой более, ну, как бы сказать, лучше. Но я не знаю, мне так нравится, ребят. Вот, а развожу, как я раствор обычно, то есть насыпаю в глины, размешиваю венчиком до полного растворения глины. Я не замачиваю, то есть растворил ее, все, потом уже добавляю песка, 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 размешал. У меня там даже какие-то крупицы остаются, да, я пока походил, там кирпич подготовил, то есть все, то есть все, у меня 10-15 минут прошло, я его опять размесил, и он у меня получается жидкий-жидкий такой раствор. Но как только я начинаю добавлять туда геркулес, он сразу, мгновенно, сразу густеет. Густеет, 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 а потом я уже доливаю, это нужные консистенции. А живучесть раствора сколько при таком? Ну, живучесть у него, ну, где-то час, может, два. Ну, то есть ты успеваешь, когда вырабатываешь? Успеваю, да, успеваю. И бывает, что не успеваю даже, да, у меня, допустим, половина бачка я не выработал, да, вот он у меня подсел. Я когда начинаю воды туда добавлять, я еще геркулесико маленько подсыпаю, все, чтобы добавить, как бы, крепости раствор. Ну, и об идее, еще о дизайне тоже хотелось бы сказать. То есть это из Сереги на голову рождается, правильно? Да, да. То есть ты это предлагаешь клиентам, клиентам, как правило, все нравится, и они доверяют уже твоему вкусу. Да, вот на самом деле вот попадаются, они не так часто попадаются, такие клиенты, которые говорят, Серега, ну, вот сделаем, чтобы красиво было, вот, ну, чтобы вообще было, вот так вот нынче здесь, вот я делаю, он мне даже не подходит. А что бы так решил, я говорю, да так, так решил, он, ну, ладно, все, делай. Ну, вот, как бы, ну, это всегда самое хорошее, когда вот дают возможность творчества проявить, как бы, что-то нестандартное сделать, не как у всех, не так, что, допустим, у кого-то увидел, повторил, нет, именно свое вот это вот, чтобы ни у кого такого не было, вот хотелось бы так вот тут работать. Ну, само собой, по концовке будут краситься вот это все момент. Многие ребята тоже запаковывают это в малярный скотч, чтобы не марать, но поскольку я все равно буду плиту украсить, я и сразу дверь покрашу, индис покрашу. Я не заморачиваюсь, то есть, потому что я потом петли все проверю, все это выпылесосим, все просмотрю, стекло подключу, чтобы оно плотно не прилегало, потому что это тоже очень такой момент. Бывают вот эти вот болты крепежные, маленько перетянутые, да, начинает, когда жара поступать, лопается стекло. Всегда надо, да, надо всегда вот эти болты, ребята, ослаблять, всегда, прежде чем вы начинаете это делать. Но здесь главное перепроверить, вот когда мы стеклим двери, да, у себя, то есть мы тоже, ребятам говорю, что затягивали не сильно, потому что не каждый это проверяет, но бывает, когда заводские, допустим, стекла, где-то будет перетянуто, начала греться, повело, то есть, и бац, трещина. Да, да, вот это вот опасно. И всегда, вот, ребята, знаете, как я проверяю, когда вот оно готово, то оно должно шевелиться. Вот оно двигается, оно не телепается, а двигается. Вот так вот уже нормально. Это стекло можно уже не регулировать, оно двигается. Если оно не двигается, срочно ослабляйте болты. Это без вариантов. То есть это все настраиваешь на, получается, на объекте? Да, настраиваю на объекте. То есть вот эти вот, допустим, моменты, это вот любезно, вот такие вот моменты, любезно предоставила компания Печной Мирь, да, это они точили, делали. Вот эти вот моменты, вот эти моменты, но вот эти моменты, вот это расширение, вот это, это уже я сам делал. По месту получается? То есть это уже по месту. Для этого делается, у меня сейчас там не все здесь лекала есть, вот я даже покажу сейчас, я сейчас вот принесу даже, покажу. вот это у меня диаметр 36 вот это диаметр именно вот это вот размер то есть я прикладываю на кирпиче отчерчиваю отрезаю лишнее обрабатываю все именно под такой лекала следующий идет на 30 потому что у нас здесь расстояние у тебя вот то что радиус сделал и там от по линиям также дешевле да да то есть я вот эти вот линии вот эти линии я совмещаю с этими углами чтобы мне попасть чтобы четко было такой момент даже вот вот кстати вот хотел бы даже продемонстрировать вот все я вижу у меня здесь линия здесь линия вот у меня вал пошел вот я уже дорабатываю но поскольку у меня вот эти перепады вот здесь здесь и здесь они равны трем сантиметрам соответственно следующего мне лекала не 36 а 30 потом идет минус 624 и по уменьшению до 12 доходит то есть меньше 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 можно уйти вообще на 12 пол кирпича то есть если мы допустим не к архитектурное решение приняли с 12 начали 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 мы ушли то есть плавно 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 но лекала должно быть обязательно с ними очень удобно работать потому что циркульным там на глаз нарисовать это как бы не очень удобно поэтому ребята просто вы вырежьте себе с листа оцинковки там у кого что есть сделайте себе их сразу сюда кольца можно же его и как вариант вырезать чтобы он у тебя был вот так скажем на кирпич наложила чик-чик может быть я не думал об этом максим николаевич может быть или они плохо да можно надо подумать насчет этого дела и вы их возите как любой инструмент собой всегда но если вы конечно точить любите как бы точить и как бы занимаетесь такими делами недавно мы кстати были тоже снимали он про шаблоны говорим тоже удобно что шаблончик формы сверху зацепами так скажем за две стороны ты в куглу стоишь бац углами и у тебя уже эта линия черча но 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 знаю знаю такую же удобно и одинаковый размер получаешь так скажем копируешь у нас вытачивали сюда да нет это вот у вас вытачивали сарки парком смотрите да тут такой интересный момент да вот я наверное говорил когда-то ласточки на хвосте что внутри делается да ну и конечно моя любимая техника ласточки на хвоста здесь применена здесь внутри идет арматура все клеем залито то есть она уже никуда никак не денется они все три так сделан нижнюю арку и конечно нет необходимости здесь мы ее просто набрали все но в этом месте у меня где-то вот вот так вот вот здесь вот здесь вот ласточкин хвост дела потому что я добавлял тоже она полуциркальны у меня арка да ну вот у меня вот там в бане дел у меня все равно трещинка небольшая появилась потому что там нет не было именно ласточкина хвоста здесь я обязательно сделал внутри арматуру проложил все я здесь уже уверен что здесь трещинки никогда не будет потому что она вот у меня стоит зажата вся то есть они не разойдутся никак никуда не денутся не между собой ну соответственно набираем ее банально ставим кружало потихоньку двигаемся собой в сторон двигаемся 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 приходим к замку да бам кирпич ставим он у нас не лезет мало места ошиблись где-то допустим на пол сантима или там ну на сантим берем клинья два клина забиваем сюда под 5 и поднимаем арку она у нас расходятся то есть мы и держим с одной стороны и с другой стороны кто-то забивает и она нас расходится на нужное расстояние разошлось кирпич померили входит все эти клинии оставляем забиваем кирпич клиния убираем она бы на месте но вот я сейчас тоже об этом думал потому что шов ну так скажем где-то на миллиметр где-то ошибся здесь уже не лазить да уже не ноги пилят многие выпиливать вот эти замки делают уже подгоняя это уже некрасиво я знаю что мне надо арку поднимать я и приспокойненько клинышками поднимает а буквально 10 минут окружая действуетсяwas поднимается ama поднимается она поднимается я его вместе с ним кружала поднимаю арку поднимают верх у она нашего ничего мы с одной стороны держим из другой стороны о нас расходятся как мост в питере расходиться и дает нам вот этот именно вот этот потерянный нам тот же самая центрино зажали она же и она все сходится окружала держится держится и когда мы все вот это сделали забили все раствор многие печники оставляют кружала на следующий день там через два дня снимают никогда так не делайте как только вы забили замок кружала сразу убираем убираем сразу кружала берем два молотка смотрим всю арку и уже выступил и каждый кирпичик выравниваем где-то 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 она пока живая свежая и она зажимается сама себя зажимает и с ней очень удобно если где-то ты ошибся да чуть-чуть ты всегда можешь не стучить она сырая свежая вот и поэтому на следующий день никогда не оставляйте кружала потому что на следующий день вы уже не поправить где-то будет у вас зубчик есть да где-то уже у не поправить из раствор замерзну засох все уже этого ему не сделает серега когда заканчиваешь барбекюшку получается ну отмыл очистил приходит клиент как проходит сдача то есть как ты сдачи подходишь вот ребята сдачи объекты но это однозначно топим камин в идеале в идеале заказчик покупает мясо мы готовим как вот на конференции подсказали да по моему эдуард кайгородцев подсказал что мы на один день становимся поваром то есть мы готовим берем за это некий денежку там пускай небольшую но даже не обязательно денежку тоже кушаем все это дело все нам обязательно топим показан как пользоваться как огонь что надо чтобы вначале прогорел либо угли мы сразу добавляем вот но обязательно все это показать чтобы он проработал все просмотреть чтобы дым все все нормально шел только в этом случае когда угли прогорели когда все заканчиваем тогда все по рукам жмем все спасибо все до свидания здесь получается несколько так скажем и задача решается первое это научить пользоваться самим агрегата второе это научить готовить в нем готовишь данную блюдах скажем для статистического это пожарить шашлыки да но по идее тут же можно показан каждом и наказание картошку с мясом приготовить шурупу допустим это ведь на самом деле этот процесс целый день можно готовить и действительно и люди как правило собираются родственников берут братьев сестры родителей стол накрываются и ты им готовишь показываешь как это пользоваться что вот это вот нельзя делать так вот можно подбывала что мы не забываем открывать это у меня был такой случай сергей где-то почему печка дымит и ягод не пойму ягод топлю а дым горит отсюда будет валит я приезжаю но давайте показывать как утопим он туда закладывают закладку дров закрывает поджигает закрывает и закрывает поддувала с народа нет я говорю вы почему поддувал это не открываете ого то что надо я говорю а как же воздух то будет брать как он будет гореть поэтому вас нету поддувала открыли все пошло я ведь не знал ты мне не говорил ну это же элементарные вещи и поэтому когда мы все это дело показываем сколько закладку дров чтобы нам казан прокалить да как даже казан прокалить ведь многие не знают что изначально когда новый казан его надо засыпать туда килограмм соли и в течение 15 минут нагретую соль именно шумовкой все это пропитывать чтобы соль забрала все после этого мы высыпаем соль казан у нас готов мы наливаем туда масло растительное грамм 200-300 и кидаем две луковицы и ждем пока эти две луковицы не будут черный как уголек потом мы эти луковицы выбрасываем просто и у нас казан готов к эксплуатации только в этом случае мы казаном пользуемся так просто с магазина купил его там ферри помыл поставил не так нельзя делать во первых казан это чугун сам по себе и в чугуне никогда не хранится пища если мы в казане приготовили мясо картошку плов да неважно что мы это приготовили сняли переложили в другую посуду казан обязательно обмыли просто теплой водой никакой химии не применяем закрыли убрали его все он стоит следующей очереди ждет но ни в коем случае не храните в нем там бывает казан в холодильник поставили утром открывают а там плов и ну железом пахнет но его есть нельзя то есть казан именно он для того чтобы приготовить еду не хранить а приготовить вот как бы и такие моменты когда у заказчика рассказываешь да вот запускаешь все это дело как шампурами пользоваться тоже как у что шашлык он должен не с двух сторон пожариться потому что многие допустим пользуются решеткой до на решетку мясо положили до с одной стороны пожарили перевернули с другой стороны это неправильно на шампура на шампуре должны быть шашлыки и должны готовиться с четырех сторон снизу сверху сбоку из другого боку мы вначале массовое мясо прихватываем а потом уже дает до допекаемого то есть еще что можно проверить при запуске когда мы сдаем то есть я думаю это пожарку правильно против противопожарки чтобы нигде ничто не продымливо в контексте барбекю на это плохо будет видно да это скорее всего вопрос больше по печам но я вообще обычно делаю всегда проверяю когда запускаю печь в работу я включаю фонарик на телефоне он хорошо светит и я к стенке поднес если где-то дымок идет со стены сразу видно его сразу видно но это как правило печи которые идут под штукатурку как бы когда мы делаем печь под расшивку соответственно здесь ничего не может ничего нигде задумиться потому что все швы прошу расшиты продавлены про этом но противопожарная безопасность мы изначально должны это все продумать то есть если здесь вот у нас будет дополнительный огонь то здесь двойная двойная должна быть защита обязательно вот то есть чтобы нагреву то если здесь вот допустим идет стена это чё 250 ну 300 слизь 320 скажем так толщина кирпича и плюс у меня стоит стекловолокно тоже толстая бы полтора сантиметра все и еще дополнительно вот именно на казан пустил еще дополнительно стекловолокно чтоб там ничего никого я думаю что этого достаточно то есть огонь не пробьет еще балку до пришлось убирать да здесь пришлось балку убирать это все так как бы тут защититься ну соответственно тоже будем все защищать обязательно но одна из тем сейчас которую я вижу это так скажем бережливое производство значит это по ну то есть вот эти чтобы уйти от лишних движений то есть как ты подходишь к процессу допустим что тебе удобнее работало что ты нет не тратил много времени на ходьбу туда-сюда на ходьбу то есть изначально когда ты приводишь материал ты все равно заносишь наверно туда не тебе будет удобно убрать да 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 организовываешь место где ты будешь обрабатывать кирпичи наверное часть туда можешь материал принести ну что могут у меня на самом деле вот народ наработка такая есть по материалу но ту мне изначально кирпич был занесенный здесь его желательно бы конечно кирпич должен всегда стоять рядом с раствором вот он по идее вот эта куча должна стоять буду здесь поскольку я всегда расстояние бил метр до от рабочей поверхности вот у меня раствор я взял кирпич я тут же его намазал положил но поскольку у меня так здесь такой не быстрый процесс бывает иной раз я там и по 30 кирпичей в день кладу поэтому он 30 кирпичей взять это не проблема вот ребята хотел бы по ухватом сказать да многие из вас пользуются таким приспособлением это очень удобно да и показывали что это очень удобно действительно но я сделал маленько такую доработку то есть два болта и вот такой как бы такое колечко до металлическая я вот веревку не нашел хотим бы просто показать вот просто вот взял такую как будут некую как она называется не знаю чтобы вам продемонстрировать это нужно для чего мы допустим крючок сюда одеваем до веревку привязан на второй этаж там надо поднять внизу человек раз поставил быть поднимаем поднимаем мы взяли его и подняли наверх то есть 1 1 1 1 1 1 1 1 4 кирпича подняли поставили сняли опустили обратно хоба он принял также берет и поставил то есть нам не надо ни ведро ничего то там какие-то емкости куда кирпичного склада взяли приподняли и наверх его подняли то есть ребята вот вам всем советую это вроде мелочь отверстие просверлить и сделать такую небольшую но она действительно иногда помогает где-то вот бывает на балконе где-то бывает где-то маленькое только отверстие где но неудобно подать а вот именно только как бы ведром ну или вот ухватом поэтому ребята сделайте себе такое когда-то бывает ведра да ну туда неудобно совать неудобно его оттуда тратишь время туда его положить наверх потом ты поднял его поставил нагнулся вытащил его оттуда ведро опять спустила тут просто поднял поставил сразу на место и отправил но это как раз бережливое производство да 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 так ну что все спасибо что позвал в гости что поделился своими наработками так скажем секретами я думаю что это будет полезно как зрителям так начинающим печникам кто только в это погружается так как уже собирается так скажем обратная связь что люди смотрят канал и мы говорит что-то для себя берем где-то учимся что-то для себя берем поэтому от практиков конечно лучше взять лучшую практику чтобы не в ней выдумывать а именно уже пользоваться и применять это на деле но я со своей стороны очень рад что вы ко мне в гости приехали рад видеть максим николаевич приезжайте обязательно а сейчас мы наверное пойдем я вас буду чаем поить ладно все всем спасибо за внимание что смотрите ставьте лайки подписывайтесь ваш печной мир